но тут важно понять что для нас это большое благо и для нас какое какое здесь для нас благ благо для нас в том что вообще вот то что советский союз развалился и появилось 15 государств которые могут развивать отношения как бы с чистого листа для израиля это было очень большое благо потому что у нас же получилось интересная история что израиль существует 70 лет и до начала 90-х годов то есть первые скажем 30 лет первые 30-32 года у нас отношения с исламским миром были в самом зачаточном состоянии были всего две страны которые с нами поддерживали отношения одна страна была турция а вторая страна была на здесь две страны был египет и иран то есть первые то 79 года у нас были вторая мусульманская страна был иран а потом вместо этого мы подписали договор мирный с египтом и стала египет второй страной потом появились то вот у нас серый бен-гуренов были такие то вот контакты это уже не нас это уже садат сада пришел садат да вот садов как раз да как раз это потому что нас был очень большой националист арабский при нем такого не было ну вот собственно говоря получилась такая ситуация что израиль возник как государство и любое государство когда возникает обычно обращают внимание любой человек обращают внимание на соседи с кем с кем сам жить да а израиль возник и получила ситуация в которой 14 мая 48 года было объявлено образование израиля а 15 уже бомбили у египетской авиации уже бомбила тель-авив поэтому нам не было просто ни на кого как бы опереться и поэтому рядом с собой у нас не было соседей которые бы имели добрых до соседей которые бы нас терпели которые бы не говорили когда вас здесь уже не будет поэтому вот эта вот ситуация как раз и привела к тому что мы всегда хотели иметь соседи или имели хотели иметь страны скажем так исламского мира ну под исламским не понимая то что сейчас понимают имеется ввиду какой-то терроризм и прочее просто страны в которых большинство населения исповедуют ислам и с ними завязать нормальные отношения но это не получалось до девяносто первого года и поэтому в девяносто первом году советским союзом у израиля по моему не было у израиля были отношения до до шестидневной войны шага дневного и на шестидневная война привела к к тому что страны разорвали верно по инициативе советского союза разорвали разорвали отношения и вот только во второй половине 80-огода с приходом перестройки все равноべщали думать что что вот это необходимо принципе установить отношении и основе отношения восстановили и первой израильский посол советском союзе как раз у него была задача установите отношения со странами расплавших союз то есть со странами постсоветского пространства. Ну, здесь уже интересно, как Израиль обратил внимание на Центральную Азию и Казахстан. Обратил вот именно потому, что ему нужен был выход в исламский мир. И получилась ситуация, при которой появляются сразу 6 стран с доминирующим мусульманским насилием. Я имею в виду 5 государств Центральной Азии и Казахстан. Его тогда не считали Центральной Азии в советское время. И Казахстан всегда. Да, Центральная Азия и Казахстан. Средняя Азия и Казахстан. И Азербайджан. Вот шестая страна. И вот эти страны получились как подарок. И потом в Советском Союзе подумали, что вот надо воспользоваться этим безвременем, когда распалось, когда страны только задумывались над тем, куда им идти. И этим можно не то, что как бы какую-то исламскую карту сыграть, а просто через это можно было выйти на мусульманское пространство. Правильно расставить ориентиры. Да, ориентиры. Тем более в Израиле была такая политика, была теория исламской периферии. У нас первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион, он много лет был премьер-министром, и он занимался многими такими теоретическими вопросами выживания. И он говорил, что у нас не получается установить отношения с соседними странами, и с ними мы живем в море арабской вражды. И поэтому нам нужно начинать с периферии. То есть надо начинать с стран, которые находятся на периферии исламского мира, а потом мы будем через них, воздействуя на них, как бы делая их странами, которые лояльно или с добротой, скажем так, разную степень, так сказать, доброты относятся к Израилю, и через них можно выходить уже на страны, которые рядом с нами граничат. Интересный подход. И вот как раз этот посол, который был Арье Левин, его имя, кстати, он говорил на персидском языке, потому что есть такое понятие, тегеранские дети, это в войну, во Вторую мировую войну была такая ситуация, в которой из Польши отступала армия Андерса, и она через... И она, значит, часть этой армии были евреи и их дети евреи. Им разрешили выехать в Израиль через Центральную Азию, через... Ну, значительная часть, да. Да, значительная часть. И вот эта часть детей какое-то время сидела в Тегеране, и вот Арье Левин из тех детей, и он в детстве изучил персидский язык, стал дипломатом, и вот он как раз был первым послом, и он, кстати, в феврале... Послом Израиля в СССР, да? Он стал послом Израиля в СССР, поскольку другого посольства не было, то это посольство вначале выполняло функции посольства и в развалившихся странах. От советских стран. Которых, да, откололись от... Распались в Советском Союзе. И он уже в феврале, то есть вот в декабре распал Советский Союз, уже в феврале он полетел в Центральную Азию, в Среднюю Азию, он еще называл основанно. И вот он тогда в первой своей поездке был в Узбекистане и Казахстане, как в двух, так сказать, самых крупных республиках бывшего СССР, и он там как раз обсуждал вопросы установления дипломатических отношений. И вот он как раз в Казахстане в первый день приезда он встретился тогда вот с Назарбаевым, тогда же он встретился с премьер-министром Терещенко, и тогда они с самого начала решили, что вопрос идет, и, кстати, тогда было принято решение, и немедленно были установлены отношения, буквально в том 92-м году, уже до февраля, и в том году как раз первые казахстанские делегации поехали в Израиль, и тогда сразу началось по сельскому хозяйству. И, кстати, тогда же, вот в первый год установления отношений, у нас тогда премьер-министром был Цхак Шамир, и он тогда дал задание вот этому послу, говорит, я думаю, что у нас одной из сфер сотрудничества может быть помощь Казахстану в собирании казахов отовсюду в мире, то, чем занимался Израиль. Израиль, умеет в этом уже большой опыт. Да, он имел большой опыт, и вот тогда как раз впервые Израиль предложил помощь как раз вот этого так называемая в организации репатриации, потому что в Советском Союзе никто этим не занимался, единственная республика, которая занималась этим немного сразу после Второй мировой войны, это была Армения, которая тогда репатриировала часть армян из региона Ближнего Востока и стран, где в Арабских странах было много армян. А здесь вот получилось, и тогда вот как раз, но это, конечно, одна из сфер сотрудничества, а сфер сотрудничества было очень много, и поэтому вот тогда, как раз с 92-го года, начиная, открыли посольство, вот правда посольство с самого начала открылось как посольство для двух стран, в Казахстане и Киргизии, Казахстане, оно да, играет такую роль, вот, и все эти годы просто нарастание, как бы, сотрудничества, но для Израиля здесь, как бы, важно даже не торгово-экономическое сотрудничество, потому что оно, я бы сказал, даже затруднительно, поскольку надо, как бы, очень большие усилия прилагать, у Израиля есть другие цели, то есть, наряду с этим, наряду с помощью государствам в Центральной Азии или в Средней Азии, ну, уже в Центральной Азии в это время было, а у нас есть и другие цели, какие цели? Ну, во-первых, так сказать, помогать им рейским общинам, которые находятся в этих странах, потому что общины поначалу было очень большие, но туда, везде, куда приходят Израил, он эти общины уменьшает, потому что он, как бы, своим присутствием в определенной мере подстегивают репатриацию евреев. С другой стороны, помощь заключается в том, чтобы, поскольку Израиль позиционирует себя как страна западного мира, то одной из целей нашего присутствия это развитие демократических ценностей, то есть, привитие демократических ценностей. И одновременно другая цель это изжить старые стереотипы, которые были в советское время, о том, что Ближний Восток это только арабы, это как бы регион арабский, а мы хотим сказать, что это не только арабский регион, это регион, в котором, во-первых, есть Израиль, это регион Ближний Восток и Средний Восток, это регион, в котором есть и Турция, и Иран, это регион, в котором есть и, так сказать, потенциально возможная страна Курдистан. Поэтому для нас, как бы, чтобы поняли, что это не только регион арабский, это регион достаточно сложный, И поэтому это вот такое, что ли, мнение о том, что это только арабский регион, чтобы оно переломилось. Кроме того, мы считаем, что приход Израиля в регион Центральной Азии еще связан с тем, что мы хотели бы одновременно развить у людей чувство нормальной отношения к Израилю, как к нормальной стране, которая выработала у себя какие-то демократические ценности. Которая создала себя с нуля и которая развивается, и поэтому мы считаем, что молодые государства могут этому у нас учиться, и как бы в этом плане мы видим свою задачу. Кроме того, у нас есть еще одна задача, которую Израиль напрямую не всегда о ней говорит, это добиться минимизации влияния Ирана в регионе Центральной Азии. Почему? Потому что мы явные враги, причем они об этом говорят больше, чем мы, они уже начиная с исламской революции 79-го года поставили главным своим лозунгом добиться уничтожения Израиля с карты мира. И хотя многие считают, что это только фигура речи, что они хотят уничтожить Израиль, но мы считаем, что это не фигура речи, они могут в необходимых условиях это сделать. Поэтому мы считаем, что мы должны своим присутствием, своими контактами, своей помощью, своим примером, что мы тоже можем сотрудничать, а не только Иран, как раз добиться минимизации иранского участия. Ну, я обратил внимание, что у Израиля с Ираном, несмотря на явные противоречия, нет прямых границ, да? Вас разделяют другие страны. Да, 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 у нас нет прямых границ, но дело в том, что были времена, когда Израиль, то есть евреи жили на территории, на территории, например, Ахаменистской державы, которая была тогда единственным государственным образованием, в котором евреи жили, вот, 25 веков тому назад. Ну, и после них остались бухарские евреи, да, как… Ну, это бухарские евреи, горские евреи, скажем, они, это часть, выделившая часть иранских евреев, которая, как бы, откочевала, переместилась в другие регионы, да. То есть у нас очень протяженная общая история с Ираном, очень протяженная. Ну, когда вы так вплетены в историю друг друга, как можно ставить вопросы настолько категорично, да? Вплетены в историю друг друга, что у нас царь Кир, ну, лучше по-персидски говорить, конечно, Шкурош, и все, потому что Кир иранцы не понимают, почему такое плохое слово употребляется по отношению к человеку, который в иранской истории значит очень много. Ну, это в советской историографии ввели, и так оно… Ввели, это Cyrus по-английски, можно было так, в конце концов, да. Так вот, этот царь Курош, он для евреев исполнен очень большого значения. У нас в каждом городе, в том числе в Иерусалиме, Тель-Авиве, там, где я видел точно, есть одна из центральных улиц, обязательно названа именем этого иранского царя. Почему? Потому что, когда он создал Ахименицкую державу, то через несколько лет после его создания он выпустил так называемую Декларацию Кира, которая позволила… К этому времени уже евреи два века находились в составе иранских территориальных образований, то есть, вот… Персидского государства. Персидского государства. Да, Персидского государства. И поэтому он разрешил им вернуться в Иерусалим и отстраивать, так сказать, второй храм, то есть, отстраивать еврейскую жизнь в стране, которая является родиной евреев. И поэтому вот за этот акт евреи его признали помазанником Божиим, это единственный иностранец, который входит в эту категорию у евреев, и у нас даже он сохранился в исторических книгах, и его почитают, и поэтому вот от него идет история этих двухсторонних связей, которые имели такой братский характер, и в Иеране потом утвердилось, хотя он отпустил евреев, но в Иеране все равно евреи жили, потому что не все могут уйти, но кто-то прижился, кто-то, так сказать, корни там, поэтому евреи там остались, и с тех пор вот непрерывно 26 веков евреи там живут. Сейчас осталось немного, в разные века у них была разная жизнь, там были периоды нормального такого толерантного отношения, причем даже до прихода ислама в Иеран, и в годы ислама первые века не были веками постоянных стычек, а только временами стычек стало время, когда в Иеране официальной религии был объявлен шиизм, это было в начале 16 века, вот, и с приходом вот этой династии шиитских видов, жизнь евреев, так сказать, стала, мягко говоря, не очень хорошей. Осложнилось. Потому что осложнилось, стали применять насильственную исламизацию, там вели кучу всяких ограничений и так далее, это все продолжалось вплоть до 20 века, и только вот у них была в 1906-1911 году конституционалистская революция, только она, в принципе, признала евреев на роду, наряду с другими национальными и религиозными меньшинствами, равными, равными, даровала даже представительства в Иеранском парламенте. Чем вообще прекрасно. То есть были и взлеты, да? Ну да, вот, собственно говоря, вот этот период, и сейчас при исламской власти евреи обладают все равно, потому что конституция 906 года, которая, значит, создала прецедент в Иеране, значит, так называемых разрешенных религиозных меньшинств, потому что есть в Иеране неразрешенные. И вот эти разрешенные этноконфессиональные меньшинства, их три, это христиане, у которых три депутата в Кнесте в парламенте, в парламенте иранском, это зарастрийцы, это древнеиранская религия, которых и ранее осталось примерно 25 тысяч человек, и это евреи, которые на этапе исламской революции было 85 тысяч, сейчас разные цифры от 10 до 20 тысяч. Вот, но им разрешено, так сказать, иметь представителей, хотя даже в исламское время был какой-то период, когда их лишили этого права на короткое время, но потом восстановили, потому что Исламская республика позиционирует себя как страна толерантная, страна, в которой живут не только мусульмане, но и представители других религиозных меньшинств. Ну, лишь бы не для галочки. Да, 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 ну, у них есть, в принципе, вся инфраструктура религиозная есть, другой вопрос, что их часто идентифицируют с Израилем, и поэтому там ситуация очень серьезная, они как бы живут между Силой и Харибой, то есть они и вроде бы религиозное меньшинство, с другой стороны, когда начинают кричать, что-то плохое про Израиль, тут же вспоминают, что Израиль зовут евреи, а вот они у нас под боком, почему они у нас живут? Вот вы говорите о особом статусе Центральной Азии в израильской политике, как бы в противовес политике Ирана. Насколько мне известно, Иран обладает большим влиянием... То есть, не противовес, то есть, у Ирана тоже этого достаточно, просто в противовес политике Ирана по отношению к Израилю, да? Да. Это вы имеете в виду, да? Да. Ирана обладает большим влиянием в Центральной Азии в контексте некоторых республик, да, вот, допустим, мне кажется, в отношении Азербайджана большое влияние и тесные связи, что там, Туркменистан, по-моему, тоже очень тесно входит в контактах с Ираном. Ну, вот, допустим, Кыргызстан, Казахстан в этом плане значительно дальше, да? Ну, иранцы, когда они решили прийти в Центральную Азию, а прийти они решили тоже на рубеже, в принципе, 90-х годов, потому что для них тоже это был подарок, а они тогда пришли под флагом того, что они восстанавливают историческую справедливость, они восстанавливают ту общую историю, которая существовала в течение веков. И для них не было разницы, это Азербайджан, не Азербайджан, я беру в сторону, мы его здесь не будем рассматривать, не имело значения, это Туркмения, или это Киргизия, или это... Для них это представлялось единым пространством, которое, как они считали, имеет для них определенные значения, потому что сюда простиралась история иранских государственных образований. Поэтому они считали, что нужно не завязывать отношения с Казахстаном, с Киргизией, с Туркменией, с Таджикистаном, с Узбекистаном, а восстанавливать то, что было. То есть они считают, что это было, это наше, и мы должны восстановить. При этом они отдавали себе отчет в том, что Центральная Азия может быть условно разбита, скажем так, на три части с точки зрения мусульманского ренессанса. Это две страны, в которых было очень сильное мусульманское влияние, в которых население было достаточно исламизировано. Это имеется в виду Узбекистан и Таджикистан. Две страны, в которых была очень низкая степень исламизированности, даже еще были остатки шаманизма, скажем так. Это имеется в виду Казахстан и Киргизия. И Туркмения как бы средняя страна. Там немножко больше, чем в населении, немножко больше, чем в Казахстане и Киргизии, но ниже, естественно, чем Таджикистан и Узбекистан. Поэтому для них, они считали, что эта притягательность для всех одинаковая, поэтому мы будем входить, и мы всем будем помогать, и мы стараться будем со всеми иметь нормальные отношения и попытаться. Но иранцы же в это время, то есть это 90-й год, у них период такой, не такой уже протяженный после победы Исламской революции, и у них в голове сидела эта идея экспорта Исламской революции, собственно говоря, для них это в послереволюционном развитии, как бы такой главный пункт. Но они к этому времени уже понимали, пройдя Иран и Иракскую войну, что не со всеми можно это делать, это не всегда получается, это не всегда легко. Более того, они к этому времени уже были умными, они поняли, что это, наоборот, отпугивает. Поэтому, если вот эти вот идеи экспорта Исламской революции попытаться проталкивать в государства, которые были давно и достаточно успешно атеизированы, хотя, скажем, в Узбекистане и Таджикистане при такой декларированной атеизации, ведь народ все равно знал, что он мусульманин, когда они исповедовали, они, может быть, было мало мечети, они в них не ходили, но у них народный ислам в головах сидел, поэтому... Просто не афишировали. Просто не афишировали, да. Хотя в Узбекистане, я в Ташкенте много лет жил, там эти, скажем, такие, ну, клише исламский, типа там, бисьмеля, у них стало это просто типа, как узбекское слово любое. Он там заходит в автобус, бисьмеля, что именем Бога я поднялся, мне хватило сил залезть в автобус, ставили, что-нибудь делал, бисьмеля или там, иншалла. Это все было, как бы, частью. Они не задумались над тем, что это клише ислама, и они несут с собой определенное значение, поэтому для них это... Это тоже, как обиходное слово, да? Да, 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 но в любом случае, как бы, иранцы обратили на это внимание, и они стали помогать, помогать не то, что бескорыстно, но понимая, что это в итоге может обернуться определенными победами для них, потому что Иран к этому времени находился, то, что сейчас уже любят говорить, находился в такой очень серьезной изоляции, и экономической, и политической, потому что иранцы первые вот 10-15 лет после победы у себя исламской революции, вели себя, так сказать, как исламские романтики, исламские фанатики, они не задумывались, что о них думает мир. Ну и постоянный прессинг со стороны США. Да, 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 который, кстати, был определенным образом обоснован, потому что их революция прошла под лозунгами антимонархическими, а последний иранский шаг был большим другом Америки, и поэтому понятно, что все то, что у них было против шага, оно обратилось против Америки и против Израиля, который был другом Америки. Поэтому это вот, и поэтому у них достаточно серьезная была изоляция, им нужно было просто выходить. И войдя в Центральную Азию, они решали как минимум две задачи. Во-первых, они выходили из изоляции, поскольку страны молодые, и им в тот момент надо было решать, с кем можно развивать отношения, если страна сама себя предлагает и выделяет какую-то помощь, понятно, что они на все это были готовы. То есть, с другой стороны, они понимали, что это страны с доминирующим мусульманским населением, и их нужно прибрать к своим рукам, потому что принципы внешних отношений Исламской Республики Иран приемлют развитие первым образом отношений со странами Исламского региона, со странами, где доминирующие. И поэтому это развитие отношений пошло, и оно набирало силу, хотя сама политика Ирана и сама ситуация в Иране, сама политика Ирана, она очень многие страны Центральной Азии обратила против Ирана, то есть она их как бы внедрила в их сознание, то, что не нужно очень сильно идти к Ирану, не стоит очень сильно сближаться, потому что это, во-первых, это не всем нравится, потому что у всех стран была разновекторность, тот же Казахстан с самого начала провозгласил и западный вектор, и если понимать, что западные страны все поругались с Ираном, а он начинает с ним, поэтому он не против, но он устанавливал для себя определенную границу, поэтому, например, на примере Казахстана, например, Катя, с самого начала устанавливал для себя определенные рамки, вот это он может, а это он не может, он может небольшие проекты, которые тут же окупаются, но не может обещать иранцам большие инфраструктурные многолетние проекты, которые долго будут реализовываться и на которых можно сломать голову. Ну, рискованный. Да, рискованный. И поэтому вот и все эти годы, в принципе, идет так. Хотя на примере Казахстана можно показать, что Казахстану лично, то есть этой стране, эти отношения были во благо, потому что, например, иранцы, скажем, в нефтяной сфере, в нефтяной сфере просто друг друга просто выручали. Например, Казахстан хотел выйти на рынки не только СНГ или России, а нефтью, торговать нефтью южнее, у него не было инфраструктуры. И иранцы предложили достаточно умный такой пример, так называемый SWEP-технологии. То есть они поставляли Ирану в северные его регионы нефть, а иранцы продавали то количество нефти, которое они поставили со своих южных портов, как нефть казахскую, а не нефть иранскую. Очень удобно. Поэтому это было очень удобно. Это впервые в мире вообще. Серьезно. Такие отрабатывались, такие технологии, конечно. В Иране на севере не было нефтеперерабатывающих заводов. Казахи предложили построить по тем технологиям, которые у них были, потому что в Иране последние, скажем, 15 лет после победы Исламской революции у них ни одного нефтезавода на севере и вообще в стране построено не было. И казахи помогли им это. И по очень многим параметрам, по очень многим параметрам, иранцы страна вроде бы, ну, по крайней мере, была распространена страна как бы третьего мира, на самом деле совсем не так. Она, например, в двух из пяти стран Центральной Азии проложила оптиковолоконные линии связи, которые в других странах этого же региона прокладывала немецкая компания «Сименс». Совсем не отстала. Да, да, да. И, например, иранцам пришла в голову очень интересная идея. Их заинтересовала, почему Турксиб не имеет выхода через границу южнее, потому что в Советском Союзе Турксиб создали как сеть железных дорог внутри Советскую, и она не переходила за границу. И поэтому, значит, иранцы предложили, и в 96-м году уже построили дорогу Теджин-Серах-Мешхет, которая выводила вот сеть железных дорог бывшего Советского Союза на сеть иранских дорог, которые, конечно же, связаны дальше, и можно было экспортировать нефть и прочее уже в государство Ближнего Востока. Поэтому странам было это выгодно, но хотя одновременно они остерегались, потому что тот же, например, Узбекистан, например, связывал с Ираном только идею того, что Иран может быть средством, так сказать, доставки радикального ислама. То есть сотрудничество, оно потому что в Узбекистане просыпался радикальный ислам, и поэтому президент Каримов с хорошим именем ислам, он решил, что ислам мы допускать не будем, и он просто не разрешал иранцам серьезно работать в своей стране. Но это было категорично, да. Это было категорично, да, и это в определенной мере помогло Узбекистану, хотя ему нужно было заниматься не тем, что с Ираном как бы разложить отношения, а просто сделать так, чтобы не было базы для создания радикального ислама. То есть делать так, чтобы страна экономически цвела, и все люди пользовались равными благами. Ну, социальные вопросы. Да, социальные вопросы. Для Казахстана Иран это же было таким окном. То есть у Казахстана внешние границы были только Китай и морская связь с Ираном. Все остальное это те же постсоветские республики, с которыми Казахстан жил 70 лет. Поэтому Иран это такой глоток воздуха, возможность выхода на Ближний Восток, на какие-то новые рынки с тем, что у нас было. Помимо нефти это же еще и зерно, и полезные ископаемые и так далее. И если с Китаем у нас строились определенные отношения, то в кругу стран дальнего здравообежья это был Иран. Иран, потому что Иран в принципе к сегодняшнему дню выбился в третье поле силы. После России и Китая это следующая страна, которая реально помогает странам Центральной Азии, обладая достаточно серьезным потенциалом. То, что Иран вверх страна сейчас 85 миллионов населения, это громадный рынок. Кроме того, это страна, которая несмотря на засилие, скажем, такой мулакратии, это страна, которая достаточно в экономическом отношении, ну сейчас отойдем в сторону от американских санкций, но там достаточно развитая промышленность, там, например, мало в этом регионе стран, у которых такая развитая, например, автомобилестроительная промышленность, как у Ирана. Или, например, возьмем такой вопрос. Иран по количеству публикаций по атомной энергии в 30 раз превосходит соседние страны, вместе взятые. Какой показатель? Это показатель, конечно. Иран занимает в мире, не в регионе, а в мире, седьмое место по нанотехнологиям. То есть это вполне развитая нормальная страна, несмотря на то, что он многих отпугивает тем, что там достаточно много исламской косности, в плане там есть законы, которые не совсем стыкуются с сегодняшним днем. Там закон исламский наказания, ограничения женской одежды, специальный исламский код и куча всякого. Например, один из последних законов, который принят иранским парламентом, это закон о том, что девушки могут ездить на велосипеде только в присутствии мужчины, и только в специальной одежде. Не просто так, штаны, а должна быть одежда, которая соответствует исламскому коду. Так вот, несмотря на все это, иранский фильм в 2012 году завоевал «Оскара». И иранские дети занимают первые места в мировых математических олимпиадах. То есть страна действительно достигла определенных таких достижений, которые могут быть аттрактивными для стран, которые с ней развивают отношения. Но, опять же, это исламский жупел, это реноме, которое Иран сам для себя создает и сам себя загоняет в угол. Оно мешает развитию отношений, оно мешает строить отношения взаимовыгодно, чтобы и странам Центральной Азии было это выгодно, и они тянулись к этому. Они вынуждены ставить определенную планку, и тот же Казахстан ставит для себя планку, но имея при этом и нормальные дивиденды с того, что он развивает отношения. И, кроме того, Иран же очень многое сделал полезно. Например, он ввел все эти страны в организацию «Исламской конференции», он помог им вступить. Он помог всем этим странам вступить в «Исламский банк», выступил гарантом. Он создал специальную организацию экономического сотрудничества, которая чахла на период падения Советского Союза, часто громадная экономическая структура. Возродилась, да. Возродилась в 10 стран, которая построила, кстати, вот эту вот железную дорогу Мешхет-Серакс-Тиджен, которая помогла выйти на международные рынки, которая помогла, например, Казахстану в экспорте своего зерна на юг. Если бы не было, не было бы путей достаточно экономичных для вот таких транспортных потоков. Поэтому это все создает, как бы, возможность сотрудничества. И при этом и Казахстан делает какие-то плюсы, которые, может быть, не всегда ему приятны. Так, например, президент Казахстана открыто поддержал иранскую атомную программу. Хотя вся Европа говорила, что это не надо, это, так сказать, создает Ирану путь ко владению атомной бомбой. Ну, может быть, нам надо принимать его таким, каким он есть? Ведь это же уникальный случай, когда они умели сохранить свой вот этот код идентичности, мусульманский код, и при этом развиваются в ногу со временем. Развивают и нанотехнологии, развивают атомную энергетику, развивают другие технологии. И, опять-таки, те же санкции, введенные Западом в отношении Ирана, они, наоборот, заставляют их больше мобилизоваться. Практически все, что необходимо для жизнедеятельности человека, производит Иран сам и полностью себя обеспечивает всем необходимым. Да-да-да, вот, например, за последний год, последний год для Ирана был первым годом, когда Иран не опирался на, вернее, опирался на ненефтяной экспорт. Вот, конечно, проблемы большие, они не набрали столько, там, миллиардов долларов, которые они набирали обычно, это было меньше, конечно, они потеряли сейчас. Вот президент Рухани недели три назад сказал, что они из-за нефтяных, из-за американской санкции потеряли два годовых бюджета для страны. Есть громадные потери, но, несмотря на это, у них есть по некоторым направлениям, например, экономический рост, маленький, но есть. Поэтому, как бы, санкции заставляют их, конечно, приспосабливаться, но ведь Америка, ставя санкции, не имеет это, она имеет в виду, что санкции должны все же бить. Если страна пытается улизнуть или пытается что-то делать, это, конечно, ее уловки, но и Америка, как бы, заявляет все время, что она в этом плане будет препятствовать, то есть она будет добавлять санкции, чтобы Иран почувствовал, что действительно есть некий прессинг, который давит и который должен его побудить отказаться от создания атомной бомбы. Ведь мы не против создания атомных станций, и ни Израиль, ни Америка открыто против этого выступать не может, но мы считаем, что это путь для них лично, в ситуации, когда они заявляют о том, что Израиль не должен существовать, в ситуации крайнего такого антизападничества, мы считаем, что это путь к двойным технологиям и в итоге к созданию атомной бомбы, потому что они нуждаются в неком паритете, они нуждаются в некой дубинке, которая поможет им отстоять то, что у них есть. Конечно, но зачем загонять, как говорится, раненого зверя в угол, зачем загонять и создавать такие условия, ведь санкции были экономическими, а последние действия США, это уже насильственное устранение Сулимани, выходит за рамки, как вы думаете? Ну, я здесь выскажусь как израильский человек, и я скажу, что вот это вот устранение Сулимани, это было все же совместным шагом. В каком плане совместном? В том плане, что Америка просто помогла Израилю. Дело в том, что просто Сулимани был для Израиля и вообще в регионе Ближнего Востока сосредоточие вот всего того негативного, что несет Иран. Я понимаю, что это, наверное, неблагородное дело устранения, скажем, государственных деятелей, тем более такого масштаба. Но Америка и Израиль тоже посчитал, что в данной ситуации, когда в последнее время ведь у нас очень ужесточилась ситуация с сирийской границей, то есть Иран уже размещает свои базы на сирийской территории, и за этим стоит только Сулимани. Он приходил, приближался к границе и оттуда говорил, что вот мы скоро здесь будем стоять, и мы вас, в ближайшее время вас не будет. И мы понимали, что это действительно так. Поэтому посчитали, что единственным выходом данной ситуации может быть его физическое устранение. При всем при том, что этот шаг не очень сочетается с моралью и какими-то гуманистическими тенденциями человечества. Но вот пошли на такое просто эти точечные ликвидации, против которых Израиль иногда просто не имеет аргументов противостоять этому. Поэтому, конечно, вот пришлось это сделать. Понятно, что это не очень хорошо и не очень гуманно. Надо рассчитывать и риски, которые нанесет. То есть это же привело к жертвам с вашей стороны, я имею в виду со стороны. Нет, ну получилась такая ситуация, при которой если вы посмотрели, то Иран жестко не ответил. Он нанес два удара по американским базам на юге Ирака. Причем жертв там было очень мало. Кроме того, он просто сейчас находится в ситуации, в которой он не может жестко отвечать. И это как раз учили наши задумки. Потому что он мог ответить очень жестко, но этому не способствует ситуация, в которой Иран находится. Ситуация, опять же, постоянного какой-то изоляции. Ситуация страшного экономического положения, в котором Иран находится, будучи уже два года под санкциями. И ситуация, в которой ломается атомное соглашение, из которого Америка вышла 8 мая 2018 года. В этой ситуации он понимал, что если пойти на жесткость, может просто быть региональная война. И он понимает, что несмотря на то, что Иран все время говорит, мы очень хорошо вооружены, мы находимся на переднем, мы такие сякие, мы по вооружению стоим не хуже. Но он понимает, что это все блеф, это все разговоры, это все демагоги, которые под собой реальной основы не имеют. Поэтому иранцы жестко не ответили. Ответили так, как смогли. То есть они понимают, что не ответить нельзя, потому что надо было сохранить лицо, а ответить жестко. Потом, кроме того, иранские руководители хорошо знают, что сейчас на кон поставлена просто судьба исламского режима. И если бы разгорелась война, то просто это помогло бы социально активным слоям в Иране сделать революцию. И вот в этой ситуации, как рассматривать Центральную Азию в контексте, не знаю, нашей многовекторности и необходимости сохранения отношений с партнерами. Есть такое понятие комплементарность политики. То есть вот страны, которые ведут политику комплементарности, это страны, которые завязывают отношения с парами стран, которые друг другу антиподы. То есть, например, вот Казахстан имеет отношения с Израилем и Ираном. Эти две страны друг другу противостоят. Но естественно на казахском поле они друг другу не противостоят. Поэтому Казахстан развивает, зная, что страны сами, то есть ни Израиль, ни Иран, выступить против этого не могут. То есть могут сделать какое-то заявление, но в принципе говорить ничего в этом плане они не могут. Поэтому эти страны, которые развивают разновекторность, причем будучи все же игроками второй линии, ведь Казахстан не является сейчас страной, которая на самых верхних рубежах, которая одна из главных стран в мире. То есть страны второй линии, которые понимают, что они сейчас растущие страны и им многое прощается в плане того, что это страна, которая идет вперед, которая развивается, которая развивается по тем параметрам, которые живет все человечество. Поэтому естественно никто не будет как бы бить Казахстан, если он скажем, будет продолжать развивать отношения с тем же Ираном. Но Казахстан в годы, так сказать, вот уже после своего независимого развития пережил периоды, когда ему приходилось стать и так поступать. Потому что когда была очень бурная торговля нефтью с Ираном, американцы ввели закон Дамато, по которому, по этому закону, можно было развивать торговлю только до объема 40 миллионов долларов в год. И казахам сказали, вот в нефтяной сфере вы можете сотрудничать вот до этого предела. Больше, если будет больше, вы подвергнетесь нашим санкциям. И Казахстан признал это, и он пошел. И сейчас, например, когда Америка накладывает санкции, я не думаю, что Казахстан выступает против того. Но опять же, иранцы должны понять, что казахи, хотя они развивают отношения с Ираном, они страна, которая в определенной мере между двух огней. Страна, которая имеет разновекторность, и она должна этим законам разновекторности подчиняться. Поэтому вот так все это идет, и страны должны взвешивать и понимать, где им можно, а где им не хотелось бы. И здесь есть еще один фактор, это Каспийское море. Вот это как бы такой интегрирующий фактор, хотя тут тоже ситуация и у Ирана, и Казахстана достаточно разные бывают понимания этого, потому что ведь только в прошлом году подписали соглашение, которое, кстати, Иран обидело. Они считают, что это неравноправный договор. В Иране достаточно много людей, которые выступают против этого, потому что они считают, что Ирану не дали ту часть пирога Каспийского, который ему положен. Потому что в советское время было две страны, и каждая имела по 50%. А иранцы хотят и сейчас 50%. Они считают, что поскольку четыре страны являются правоприемниками Советского Союза, пусть они вот этот вот советский оставшийся кусок на четыре части делят, и все. А нам дайте тот кусок, который у нас всегда был. Поэтому это вот Каспийское море, оно одновременно как бы играет в направлении определенной интеграции двух стран. Необходимые, да. Могут определенные проекты, а с другой стороны они друг друга натравляют, потому что там возникают мини-блоки, которые не всем приятные, которые не на всех работают. И вот эти мини-блоки как раз та реальность, которая есть. И то, что удалось подписать, это, конечно, большая победа, но это победа, на которую Иран пошел. Потому что он, в принципе, там в Иране восприняли очень плохо, и там до сих пор никакого консенсуса по поводу вот этого решения вопроса правого статуса нет. То есть они не принимают. Но, естественно, это на Казахстан не перекидывается. То есть Казахстан не считают здесь стороной, которая в этом участке, которая как бы сыграла решающую роль в подписании. Просто, видимо, этот долгий процесс, который идет уже несколько десятков лет, надо было разрубить. И, может быть, когда подписали бы другое соглашение, уже в этом соглашении можно было потом добиваться его какого-то улучшения, переструктуризации или прочее. Конвенция так и позволяет же, она передается в свободное поле, каждая сторона с другими подписывается. Но она определенная, но сейчас на нынешнем этапе как-то вопрос временно пришел, он пришел к завершению, хотя до сих пор в этой конвенции непонятно, что же такое Каспийское море это. Море или это озеро? То есть ответ, коренной вопрос не дан. Ответ не дан на коренной вопрос. Но, в любом случае, есть некий документ, над которым можно продолжать дальше работать. Уже легче. Да, уже легче, конечно. Хорошо. Мы нуждаемся друг в друге. Да, несомненно. И дополняем естественным образом. Поэтому, конечно, это более Казахстан, страна достаточно авторитетная на мировой арене. Вот последний приезд на Таньягу в Казахстан, это было в 2018 году, в конце 2018 года. Несмотря на разные там переговоры, был посвящен, в принципе, одному опросу, чтобы Казахстан поддержал Израиль, когда Израиль выставит себя на непостоянные члены Совбеза. Считается, что Казахстан имеет такую возможность, и поэтому мы сказали, мы когда-то вам помогли для прохождения в те или иные мировые структуры, помогите вы нам. И ваш первый президент дал добро, и, в общем, вот такая была встреча. То есть, это взаимная заинтересованность, и эта заинтересованность как раз и является тем фундаментом, который движет развитие отношений наших двух стран. И отношения, я думаю, будут и в дальнейшем укрепляться, не только в плане экономическом, но и в культурном, и такой вот даже чисто моральной поддержки между нашими руководителями. Хорошо. Большое спасибо вам. Мне было очень приятно с вами побеседовать. Вы действительно показали свой профессионализм, знания, темы. Я думаю, что для многих студентов будет интересно послушать наш подкаст, посмотреть видео на эту тему.